поехали вторая часть ну-ка давай что ты говорил давай новой садовый шут повторять что ли то что я сказал без тебя рассказал все да ты же много уже сказал сюда расскажи другое не надо повторять скажи другое юра значит мы нас есть меня сейчас интересует чисто перечень работ а не смысл и содержание шоу еще заперись на одну а звон населения раз да еще раз давай повторим а у ключи ну ключиichenra курсе обзвон населения раз да интернет интернет-вторжение 2-2 вторжение именно личная переписка так на забот вербовка сторонником общественная приемная 3 интернет общественная приемная обычно общественной приемной тоже на работе интернет общественная приемная а сбор наказа Наказы избирателей. Наказы избирателей обязательно. И надо форму придумать, и надо собрать, и чтобы в интернете потом вывесить. И в каждом доме может быть, наверное, просто человек, который будет собирать эти наказы. Да, наказы. И это вот в каждом доме должен быть домовой комитет родителей против наркотиков. Бомба. Вот эти, вот эти сетки, понимаешь? Да, да. Да. И он, этот управдом наш, он даст нам все реквизиты, он даст нам все адресы. Алиса, ну сломай же очки. Ты посмотри на нее. Нет, дай. Да, не надо. Да, очки. Алиса, ты смотришь. Это мои очки. Согласен. Начальник Жека нужен. Да, начальник Жека там... Ну он же даст телефоны, он же даст. У него же все. Ну да, начальник. Ну нам нужны телефоны. Значит, ну я тем не менее сейчас не скажу, потому что... Ну там, ну СББ там нету, это понятно сейчас пока. Значит, я думаю, что мы, ну по школам мы можем... Алиса, ну перестань. Алиса, ну перестань. Алиса, будешь как бабушка школе. Бабушка, я решаю. Ты на бабу-ягу похожа в очках. Да, нельзя. Вот. Значит, выделить сначала, значит, ребят по родительскому комитету. Члены родительского комитета, как, по каким домам живут. Вот. И уже это будет, чтобы они хотя бы нам дали наколочку, ну этот, осередок. То есть мы из выборов должны выйти с домовыми комитетами движения родителей против наркоза. Конечно же. Вот. Вот что. И домовые комитеты по борьбе с эко-трансом. Оно может быть вместе. Ну да, да, да. А может быть и в России. Может быть и в России. А не, ну там нужно провести журналистское расследование. Там надо разобраться. Просто собрать какие-то документы, чего оно, как оно, в какой оно стадии. Просто собрать. А я думаю, в интернете там сейчас скачать и распечатать. Все оно сейчас там вылезет. Ну, это не публичная работа. Это работа, конечно, журналистская. А то работа публичная. Ну, значит, я вот сейчас сегодня сяду, подумаю, прикину все там, профантазирую себе. Вот. Газетку ты мне... Нет, я сниму копию там сапарей. А что тебе, зачем я тебе копию? А, ну возьми. Ну, это все. Пожелания. Да. Твои пожелания мне на путь следов. Ну. А что ты мне дал? Ну, это ты меня уже спрашиваешь теперь. Ааа. Видно там мое лицо? Ага, да. Слово-слово-вот, наверное, видно. Побоймые. А, да, да. Это пчела укусила меня. Понятно. Ну, пчела какая-то была племенная. Знаешь, какие-то латиноамериканские пчелы. Ну, я тебе скажу, я прочувствовал за год у милиции. Да. Прочувствовал. Есть. Это тень президента. Как бы это тень президента. Я думаю, что когда я стану городским депутатом, первым делом, что я это создам при горсовете, фракцию, правильно, фракция называется? Родители против наркотиков. Сколько нас там будет? Два человека. Три. Или четыре. Или пять. Да, да, да. А там нет. Там группы, они могут... Ну, группу. Не фракция. Они, если фракции там нельзя... Ну, Алиса. Ну, группа, группа. Не, не. Во фракциях нельзя быть одному в разных. А группа, можно в разных группах. То есть, более демократическая. А, ну, группу, значит. Группа. Группа родителей. Под названием родителей. Логично. Да, ну, отлично. И я посмотрю, кто откажется в нее. Это пункт, один из пунктов в ее проглуборную. Ну, конечно же. И я посмотрю, кто откажется в эту группу вступить. Представитель любой партии. Да, да, да. А вы покажите мне, кто не хочет. А схема, что будет проста. Все-таки ввести кандидатский час, раз. Тестирование детей на алко-наркозависимость. Детей, тестирование, начиная там уже с 10-го, с 11-го, с 11-го класса, на употребление. Ну, с разрешения родителей. Ну, это очень тонкая проблема, которую надо будет... А я тебе скажу, если человек, вот я не хочу сейчас называть фамилию, но там был один человек, которого в интернете там запустили пулю, про него шел наркоман. Очень известный в Николаеве должность занимает. И я ему позвонил, спросил, вот я родители против наркотиков, хотел бы с вами встретиться. Ну, не вопрос, приезжайте поговорим. Да. Понимаешь? Если человек не наркоман, то он на эту тему будет говорить хоть до утра. Особенно, если на него наговаривают, что он наркоман. Понимаешь? Потому что сегодня вот тень ложится на всех детей, что они алкоголики и наркоманы. Родителям же доходит информация. И они, наверное, вечером приходят своего, спрашивают, ты там случайно у меня не алкоголик, не наркоман. Если ребенок нормальный, там он скажет, мама, это не вопрос, бери любые, бери любые чего. Впрочем, вот тест, проба, это, кстати, Клинтон же выступал в Киеве, ты вообще смотрел по телевизору, он позавчера выступал в Киеве на какой-то... На Майдане, я слышал, да. Ну, он сказал, что, ребята, у вас, значит, Украина первая в Европе по спину, да? По спину, да. Да, и вы должны срочно и немедленно все пройти тесты, конечно, чтобы реальную цифру сделать. Тихо, тихо, тихо. Все должны обязательно делать. Поэтому вот тот самый опрос, о котором я думал, еще лучше тестирование официальное, медицинское. Конечно. Вот я тебе скажу, что мы планируем сделать в Украине? Нужно сделать вот на этом, с этими пятью тысячами человеками, на этом маленьком участке. Да, да. То, что этот участок будет в криминальном отношении чист, как бы, мне надо обязательно встречу с избирателями, с этим, по максимуму, обязательно, надо быстрее это сделать. Мне надо обязательно сделать... Ну, короче, работа есть. Работа есть. Значит, я пишу график. Да, график. И приблизительно... Ну, те цены, которые я не знаю, и они есть, но те же самые листовки, ну сколько, если... Ну, не, ну цены, может... Сколько листовок надо? Ну, цены можешь не записывать. Я же говорю. Вот. Сколько листовок там... Ну, ну, тысяча точно. Тысяча точно. Тысяча точно. А может и пару, конечно же. Ну, да, но там... Ну, если пять тысяч избирателей... Дорогой КС, вы чрезвычайно умный. Скажите, что я мог бы сделать для своей страны? Какие-нибудь реформы или нововведения, чтобы, наконец, окончилось оскудение? Вам нужно объехать ваше владение. Я очень ценю ваше мнение. Кот сапогах. Так вот, Юра, первое, что мы должны сделать, мы должны вживую вот этот участок... Вообще так, да. Объехать ваше владение. По домам сначала. Ну, с чем-то надо, хоть с чем-то, хоть... Ну, хоть с какой-то бумажкой. Хоть с каким-то... Встретить человека вот там, в этом районе и сказать, ты где? Вот ты в этом доме, в этом. А как ты вот родители против наркотиков? Как ты к этому движению относишься? Вот. Уже, Юра, уже сам... Да, Ау, Лиза, ну ты, тише, тише, тише. Не, но я тебе хочу сказать, ведь частные дома, ведь вернее, девятиэтажные дома от частных домов, они могут и не знать, кто у него живёт рядом. Не, 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 да я понимаю, там просто... Иди-ка мы на ручки, иди-ка мы. Иди-ка, дай-ди, Юра. Да-да-да, она что-то не пойдёт. Она не пойдёт. Иди-ка, дай-ди, Юра. Ладно. Да нет, ну, она немножко подвижна. Вот. Ну так пусти её, пусть побегает. Чего ты её держишь? Юра, она ревнует. Не женируешь всё? Непонятно, что мы ревнули. Ну, что внимание деда употребляется... Да, если я ухожу уже. Да, если. Вот. Юра, все. Сейчас я это самое, фиксирую вот эту вот, снимаю ксерокопию и делаю, а завтра утром я тебе выдаю где-то, когда мы встречаемся. Вот. А после завтра мы объезд сделаем, потому что завтра я занят. Давай я завтра зарегистрируюсь уже. Да, да. Чтобы уже точно меня зарегистрировали. Да, да, да. А после завтра мы сделаем объезд. Вот. Сколько листовок, где повесить приблизительно. Ну да. Стиль, стиль сам. Что вот задание. Что вот должно быть висеть там на каждом столбе. Там на каждом еще. И все. Ты видел сейчас надежда висит на каждом столбе? Не видел? Не обратил внимания? Кто? Слово, просто слово надежда. А. На голодный бомфоне и все, и одно слово. Алиса. Алиса. Ну ты знаешь, тут классная компания идет. И уже где-то месяц я уже так обратил внимание. Ладно. Ну, у нас попроще, у нас черно-белая. Ты же, ну ты с черно-белой листовку будешь делать? Конечно. Ну конечно. Простую над газетной бумагой и все. Однозначно. Да, там нет вопроса. Простая над газетной бумагой. Да, да, да. Там месяц выбора. Это вообще, это надо пшш, как-то пшш. А потом начнется кропотливая работа. Да, да. С ними же. С ними же? Да. Понимаешь? Пройдется, начнет кропотливая, кропотливая работа. Да. Что мы сделаем это пилотным. Этот участок будет пилотным участком. По ликвидации. Да. Детского ПИА. А уже что мы делаем? Да зайдите в интернет и посмотрите, что вы делаете. Да, да, да. Кто я? Зайдите в интернет и посмотрите, кто я. А ему что, Юра? Значит, ну, Генке Гончаровскому надо сказать, что Господь Бог таки за тебя дал по жопу. Объясняете? Объясню. Где-то я, где-то он проскочило, что буквально это было чуть ли не год или два назад, но Генов сказал, что Юрин на этой теме пиарит. Само пиар. Уже странно все. Не, ну сказал, да. Так это все так говорят, до сих пор все говорят. Вот, вот, вот. Ну, понимаешь, говорить можно, но... Но Бог свидетеля до последнего дня не хотел никуда баллотироваться. Вот так. Вот. Поэтому... Ну, это было сказано с небольшой изделкой. Вот. Поэтому он свое получил. Вот. Потому что что там с ним сделали, не знаю. Ну, в общем, у него проблемы оказались. Вот. Значит...